Анастасия, как и ее соседи, переехала в благоустроенную квартиру из частного дома. Говорит, до сих пор не может привыкнуть, что не нужно носить воду и топить печь. По сравнению с тем, что мы жили, ну даже сравнивать, мне кажется, это невозможно, потому что мы жили в брусовых домах деревянных, все удобства у нас были на улице. Печки топили, как все обычные люди, никаких условий не было для проживания, но и дома уже были такие аварийные. Где-то там стены рушились, где-то крыша рушилась. И вот несколько лет назад мы признали наши дома аварийными и нам построили вот эти вот дома, мы переехали сюда. Вместе с новыми квартирами люди получили и инфраструктуру. Нравится новое жилье, новые постройки, детскую площадку многие построили. С многих микрорайонов получается, с этих микрорайонов к нам приходят, есть молодежь, дети играют. Новые дома сдали в эксплуатацию в этом году. Согласно проекту, построили три жилых здания. Сюда переселили более 200 жителей аварийного фонда. Согласно этому постановлению, в городе Гусинозерске вошли 14 домов, признанных аварийными, до 2017 года. Они вошли в программу и подлежали переселению. В данной программе было два этапа. Один этап это строительство и переселение, и второй этап это выкуп аварийного жилья у граждан. Переселение стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В частности, по программе по устойчивому снижению фонда, непригодного для проживания, было выделено 417 миллионов рублей. Переселение из аварийного фонда планируется и в Севербайкальске. Строим два многоквартирных дома в Севербайкальске, где необходимо будет переселить на 306 человек. Программа формируется, но достаточно примерно в том же объеме, где-то порядка 7 тысяч человек. И такой же объем жилья, больше, наверное, 100 тысяч квадратных метров мы по этой программе переселим. В следующем году стартует новая программа. Жилье, которое признано аварийным до 1 января 2022 года, в дальнейшем будет реализовано по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Андрей Слепнев, Олеся Спиридонова, Сандык Булдаев, Новости дня, Селингинский район.